и так всем прям и доброго времени суток это канал леди дмитрий или я если уж тебя каким-то чудом сюда занесло то поставь лайк и дизлайк напиши что и в комментариях на канал подпишись видео до конца досмотри в общем поучаствуй тебе не сложно мне приятно мне поддержка а мне мотивация ну чем чем говорю вы так все отлично знаете а тех кто не знает тем добро пожаловать и так собственно говоря во первых большой привет юноту который недавно в одном из своих видео обменил меня в том что не такой уж я и лэйзи то есть ленивый что он ленивый он посмел заявить что он ленивее меня потому что я видите ли играю в сократ и майнкрафт в таких играх и не места нет уважаемый юнот я играю в эти игры потому что мне лень менять свои привычки я зеваю перед видео потому что мне лень менять свои привычки и вообще самый ленивый тут я лень все я ютуба однажды об этом узнают миллиона но не сегодня так ну чем почему нас тут ладно так что юноту большой привет мы продолжим так темы что мы могу ли я хочу ли в 0 и 0 и так а сборщики налогов это закончен а нет не закон а да 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 все-все-все-все вспомнил это надо отнести то есть я эту там какие-нибудь бандиты вот так ну чё тогда давайте да юху привет тут у нас мага нет чтобы эти обменять руны у нас все четыре штуки так шланг подкопим немножко наверное такс 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 ну не дразнить морда вам пойдемте будет тихоньку обследовать ну чё народ у меня для вас есть забавная история пока мы тут бегаем в какой-то виде не буду просто трындеть ни о чем буду трындеть а вполне себе конкретные вещи которые меня очень сильно позабавило буду честен короче точно хилтами вот буквально я думаю ни для кого не секрет что на ютубе хватает людей да я один из них кто частенько пишет вам под видео абсолютно однотипные комментарии да ну то есть типа вау круто привет я в этом плане немножко в день а не хочу сдаваться вот я в этом плане тоже не особо оригинальный вообще цифры пишу ну то есть мы сейчас смайлик и целую кучу цифр вот вот да 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 хилтами хилтами не туда вот но дело даже не в этом опять же я думаю ни для кого не секрет что на ютубе существует такая штука как заимки то есть когда человек тебе например ты человек или он тебе пишет типа там чувак привет там давай там ты вроде как активничаешь на ютубе я вроде как тоже давай друг дружку поддержим как говорится будем дружить каналами жива мир дружба жвачка все такое ты ему пишешь или он тебе соответственно подобные сообщения пишет ну окей почему бы нет или так сказать довольны дорогу довольный друг ух ты проникающая стрела а хорошо ладно и вы так сказать довольны друг другом расходите по своим делам но периодически заглядываете друг другу на канал соответственно да пишите там чего-нибудь ну типа там окей прикольно и он тебе что-то подобное пишет а это броня заблудился надписью ну то есть все нормально но дороге они сами отдали вам это или вам пришлось срубить пару голов как бы то ни было проводите меня до пещерами нужно спрятать золото в корень какой пещеры ну пошли морда народу у нас все больше больше так да мордила мордила а все так вот что это за пещера ясну пойдем так вот и казалось бы что в этой в общем-то достаточно понятной простой схеме может быть не так а может быть не так что иногда люди которые на протяжении долгого долгого времени писали вам абсолютно однотипные комментарии они вам прошу заметить не твоим а они вам абсолютно однотипные комментарии и абсолютно однотипно реагировали на ваши не менее однотипные ответы причем как правило такие в заимки обычно бывают ну я например на взаимки там на комментарии типа вау прикольно но я вижу что человек просто там какой-то шаблонный коммент оставил да ну я ему в ответ там как обычно я в ответа там плюс я ставлю цифры в ответе там плюс один плюс два плюс три вот к этому еще вернемся вот чтоб не мишек заморачиваться вот но вдруг иногда интересно давайте сохранимся так сейчас минутку к интересное задание но очаровать на милый повстанец которого скоро повесит и через вертуют на стены замка скала воронов и что это собирать и делать какая же смешная юбочка так или иначе я положу конец вашим планам чего ты чё щенок пожизнешим потерялся сдохнет уже щенок сейчас соберем это все вот он какой-то я там горю право немножко эликсир кольцо путника мока сапоги и сердце обходим блин да чтоб тебя да замрите вы етить вашу стоп основная броня грубый кукей так давайте сейчас быстренько всех подлечим так это выпить это выпить это выпить это тебе это тебе это тебе ты где девочка хоть не в жопу упер блин да в такой толпе есть свои недостатки надо признать надо признать ну и и и и и и и и и девочка что этими дел со мной или с золотом убираетесь грубый потом сейчас золото когда ребята еще раз решили речь это правильно так вот и вдруг неожиданно такой человек начинает тебе писать зачем ты отвечаешь что это за однотипные комментарии ты мне пишешь почему ты мне все время пишите однотипные комментарии какого черта ты разговариваешь на моем языке но это как правило да там какие-то вот естественно ты смотришь на это и думаешь какого дела собственно буквально недавно со мной произошла такая тема человек с которой достаточно давно уже мне пишет абсолютно однотипные комменты под все мои ну под большую честь моих видюшек вдруг ни с того ни с сего разродился комментарием из серии ты кто такой почему ты мне это почему ты мне это пишешь вот я такие вещи понимаю как что вообще на самом деле не понесли у меня кач есть подозрение что видимо кто-то когда-то поставил себе бота а потом про это благополучно забыла или еще что-то вообще-то очень забавно смотрится я хочу сказать когда у человека явно начинаются какие-то проблемы в смысле ну ты чё дурацкий телепорт у человека то ли раздвоение личности то ли еще что-то то ли он действительно как это либо он взломан и кто-то от его имени рассылает все эти комменты однотипные комментарии что немножко странно как бы вопроса зачем то есть понятно что если что-то происходит то это кому-то надо но в данном случае совсем понимаю зачем это может быть надо ну да фиг с ним да то есть естественно очень эмоциональные тут комментарии были если обратите внимание там на канале чувак заявил типа что там вроде как что-то там по-сербски написал но google переводчик когда попытался этот сербский перевести не смог его перевести так что сербский это или нет не знаю но в итоге человек очень сильно обиделся наговорил всяких гадостей в итоге закончился тем что мне написал что ну я написал что типа i don't understand ну действительно я не понимал что он пишет он мне написал типа ты не поддерживаешь меня я не поддерживаю тебя understand там целый куча восклицательных знаков господи ладно окей нафиг закинул в бан и забыл про эту придурка вот вас послали на боги теперь жителям волфдейл теперь жителям волфдейл смогут пережить зиму нам нечего вам дать все что мы можем сделать попросить торговца снизить цены пользу этим совершать попереки метеоритный тушь ладно это мое ладно изучим пусть будет я не пользуюсь но пусть он у нас будет в общем в итоге мы отписались и так далее но самое смешное прошу вы понимали насколько эта ситуация абсурдно то есть это сегодня с утра произошло ну как сегодня сегодня это видео будет выложен дня через два через три уж не знаю там когда в течение какого срока ну соответственно значит пару дней назад с утра от этого человека собственно приходит вот это сообщение типа ты не поддерживаешь меня я не поддерживаю тебя understand вот и буквально буквально спустя там не знаю минут 15 от него же с его же аккаунта приходит а у тебя классно вы что видео у тебя вышло очень классное видео лак по лайк поддержка блин нет сушки у меня вопрос что это это кто-то ставит себе простите какого-то бота а потом забывает что он его поставил или что или у чувака раз просто раздвоение личности ну или вы реально взломали теперь своего аккаунта кто-то рассылает лайки и дизлайки зачем-то в общем согласитесь выглядит это мягко говоря странного мягко говоря странного не то чтоб меня это как-то уж очень сильно волновало ну как бы ушел ушел просто у меня уже нет в общем то была уже однажды такая ситуация когда довольно давно еще в общем то когда на моем канале и сотни подписчиков не было на меня абсолютно добровольно самостоятельно подписался чувак не русский ну не русский вот то есть я его не знал просто написал не тепла у чувак там вижу там твой канал развивается бла-бла-бла я вот тоже тип такой фигней занимаюсь это вместе у нее там было уже тысячи подписчиков может даже чуть больше а все дошло а я забыл про это место честно говоря ну ладно он час круга ля дадим вернемся вот и этот человек тогда я еще на ю тубе был как говорится совсем новый человек ничего толком не понимал ничего толком не знал ну и немножко удивился когда этот человек начал мне сам меня как бы нашедший меня начали мне писать абсолютно однотипные комментарии практически под каждое мое видео без преувеличения так далее то есть от один и тот же коммент присылался все время вначале еще как-то питал пытался там знаете немножко это ну как то что оригинально что просто там типа писать спасибо фэнкс фэнкью там еще что-то по-английски потом плюнул на это дело понял что что-то как-то видимо это не работает он какая в конце концов разница ну потом человек если и реагировал на мои ответы то реагировал ну как были бы там смайликом либо еще чуть-чуть но есть такие вот реакции абсолютно как бы технически но если типа привет привет а дальше пошли да вот я подумал ну чё париться да ну не хочет как-то человек общаться но поддерживать же поддерживать смотрят смотрят да там лайки ставят ставят комент оставляет оставляет учуя выпендриваюсь да потом я уже узнал про такую вещь как взаимки вот так вот более понятно стало про ботов и все остальное вот тогда еще очень-то не особо в этом разбирался я хочу сказать что он этот человек он меня поддерживал что вы понимали реально долго ну то есть даже может быть в год или что то в этом роде пусть от реально был долгой и вдруг в один момент как это и вдруг остапа понесло в один момент этот человек начинает мне писать кто ты такой почему ты пишешь ни эти комментарии почему ты пишешь не однотипные комментарии под мои видео говори по-английски типа или что или не под predicting типа почему ты пишешь не на моем языке ну я там уже а я вспомнил я как раз начал тогда рассылать своим заимщикам вообще всем тем кто у меня подписан и у кого тоже есть свои таскать канал свои видео начала слать эти комментарии силе там количество влюбленных тебя лиммингов там такое там столько-то столько-то тогда мне появилась мысль после каждого коммента оставлять число грубо говоря порядковый номер комментария мне просто интересно как быстро добежда миллиона кстати помню сейчас уже 20 с чем-то 28000 что ли плюс 28000 вот сейчас у меня кстати стандартный ответ на под видео так сказать тех которые людей кто подписан на меня и так далее это смайлик и опять же это число надел даже не я очень сильно удивился потому что ну как бы во-первых согласитесь стран да то человек на протяжении долгого времени причем он причем он именно он проявлял активность в свою очередь и вдруг такое типа что ты мне пишешь что это за фигня почти так на тип и комментарии почему не на моем языке блин еще что-то при этом как бы самое забавное было что мне то он тоже писал на своем языке я хочу сказать то есть как бы причем один это я хоть как-то оригинале что у меня там грубкая в понедельник был один ответ во вторник другой ответ там допустим я мог что-то вот есть например человек написал что-то более-менее осмысленное то я в принципе могу подзаморочиться и попытаться даже не на своем языке выдавить какой-то ну такой тоже осмысленный ответ соответственно не просто чисто техническое спасибо да но если мне кто-то на русском пишет что-то осмысленное я тоже отвечаю ну то есть с комментариями я слежу короче и здесь такое что ты мне пишешь что это такое естественно от меня отписался там типа я тебя заблокирую там называется чувак в общем я честно говоря до сих пор не особо понимаю то есть что это такое это это бот которого люди себе ставят в том забывают про него вот продолжает пис написать всем подряд это раздвоение личности и самая обыкновенная шизофрения я не знаю там еще что то то есть странная в общем ситуация ну а с этим сербским товарищем господи скажу гаран гаран по моему имели что такое очень похоже вот он меня особенно повеселил именно вот этим вот этой ситуации то что он мне сегодня с утра значит ну точнее в тот день когда записываю это видео написал сначала что типа ты не поддерживаешь меня не поддерживаю тебя understand и буквально там через минут двадцать с его же аккаунта приходит сообщение вау тебя вышло крутое видео там типа спали лайк тебе там еще чуть-чуть и не могу серьезно кто-нибудь вообще в курсе что это ну то есть это действительно человек там какого-то бота себе поставил и тупо об этом не знаю забыл или настолько извиняюсь является адептом культа ленивых как и я что вместо того чтобы просто отключить этого года и так сказать ну не получать соответственно ну не давать этому боту реагировать на какие-то допустим видео и соответственно не получать ответную реакцию потому что как сейчас как правило я в первую очередь реагирую на тех кто мне пишет комментарии уже потом там на всякие помещения и так далее ну так то мне это сам как по мне это самый правильный вариант дело даже не в этом что это действительно бот о котором люди забывают или люди реально взламывают и за каким-то чертом с их аккаунтов начинают рассылать вот подобный ну как это спам по сути если вдуматься да то есть человек ведь не смотрит твое видео не как сказать особо пишет одни и те же комментарии ну то есть толку с такого подписчика в общем то я знаете я для таких подписчиков придумал название аппендицит ну смотрите подписчик который если судить по тому как он оставляет комменты под твоим видео явно их не смотрит ну то есть включил зашел лайк ткнул коммент оставил и ушел там сколько на это время секунд просите потребовало 5 10 может быть максимум все . то есть такого подписчика можно назвать аппендицит зачем он нужен толком никому не известно но есть есть как дается есть есть и слава богу но иногда он может воспалиться и написать тебе какую-нибудь гадость аппендицит блин причем это реально странная ситуация которую я просто пока что не понимаю есть кто-то в курсе такого то есть почему например паду да куда вас мать так и не объяснили куда смотреть знаете такой толпой бегать вообще не проблема тихо в общем как то так ну и просто раз уж мы так заговорили по комментарии хочу сказать что сейчас мой стандартный ответ мой стандартный комментарий под видео скажем так человека с которым у нас какая-то так сказать некая так идет взаимная поддержка на ю тубе это лайк и большая цифра это симпатичный лайк мордашка щечками и за ним цифра цифра это порядковый номер данного комментария не очень интересно когда я доберусь до миллиона сейчас уже даже никто не спрашивает нифига это делал раньше спрашивали вот как то так как то так вот она комментарии ну под свои видео на камень под своими видео на комменты да я отвечаю либо тоже знаете кстати вот тоже этот сербский товарищ ну по крайней мере как он сказал что он серб потому что я говорю как я еще раз повторю когда я его сообщением ввел в гугле подписал что типа сербского на русский google квакнула не смог это перевести то есть так что не знаю что это сербский это не серб серьезно непонятно может это и сербский может гугл просто с сербским не очень дружит черт его знает вот как говорится ладно это не суть важно я хочу сказать что человек очень сильно возмутило почему я мол на сообщение которое он мне оставляет под моими видео отвечая плюс один плюс два там плюс три но я думаю кто у меня на канале так сказать присутствует понимают о чем о чем идет речь так вот для всех ну вдруг мало ли кто то опять тот тот же не понимает и просто вещи ребята почему я отвечаю на ваш комментарий плюс три потому что на предыдущий комментарий я ответил плюс один плюс два а на следующий отвечу плюс четыре вот и все и еще потому что ваш комментарий скорее всего является абсолютно автоматическим то есть это комментарии серии вау лайк там клевое видео и так далее то есть это определенный комент о боже за что мой муж был хорошим человеком что же я теперь буду делать как я скажу детям словами бабуля словами желанное кольцо драгоценностей в чем тут драгоценность этого кольца ху тебе непонятно ну да конечно а тут колечко то выпадает а я и блин ну смотри чё кольцо да да особый увеличение шанс получения особых предметов устойчивость заклинаем так минутку могу ли это вставить ну вот в общем то есть если какой-то у меня под видео какой-то осмысленный комментарий да то есть там с вопросом или еще чем-то ну по крайней мере то есть я понимаю то да да фига себе так секундочку да это тема плюс 3 ко всем заклинаниям особых предметов ну и наверное вот это да хорошо увеличение шанс получения особых предметов плюс 10 это тема устойчивость заклинаниям защита от оглушения хорошо хорошо не зря не зря да об этом надо помнить что эти заклина заклиналки можно распихивать по своим так сказать шмоткам ну в общем я говорю если я вижу какой-то осмысленный комментарий под моим видео я на него отвечаю соответственно тоже осмысленно но если это как я уже сказал какой-то чисто технический комментарий серии вау кул там классное видео еще что-то ну и ответ соответственно будет там грубо говоря номерной просто цифра понимаете поэтому хотите получать осмысленные ответы пишите осмысленные комментарии вот и вот и вся логика так может а да куда я бегу вот ну а в остальном ну реально народ если серьезно я я правда не понимаю вот просто этот человек да этот гаран-гором или как правильно вот он очень эмоционально написать и он очень эмоционально написал свои комментарии при этом я говорю опять же если бы не тот коммент который буквально там через 20 минут после этого да не не пойти через 20 минут от него опять же получил что типа что это такое это что действительно вот это что это бот да или это его взломали хотя я себе слабо представляю на кучу это нужно потому что 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 это взломали как правило взлом он и для чего-то нужен это же кто-то его делает этот взлом зачем-то вы отстаньте надоели отвяжитесь отвяжитесь да волки я клал на всех этих противников капец имба еще плевать на все просто отстаньте ребята отвяжитесь Я смотрю, упертый, да? Тупой и упертый, как я погляжу. Так, я хочу сойти еще раз в эту пещеру. Зачем узнать, не пойдет ли она со мной? Не пойдет. Хотя, может, тут есть огонь. Хотя нет, такое ограничение. Наше со мной ходило. Жал. Ребята, развлечение смотрит падать, да? Ну вот, то есть товарищ Горан, Горан. Что это, действительно? Бот, о котором он забыл, и который от его имени рассылает целую кучу, так сказать, сообщений. И в итоге человек не проще ли, так сказать, да, блин, не проще ли выключить бота, чем писать какие-то такие немножко оскорбительные, надо признать, сообщения. Во-вторых, особенно, знаете, мне еще веселит, когда человек начинает писать на своем языке, причем с таким как сказать... Ну, смотрите. Если ты не хочешь получать, например, сообщение, что тебе мешает просто заблокировать пользователя, в этом нет ничего страшного. Ты просто его блокируешь, и все. Просто заблокируй. И ты не будешь получать от него сообщения. То есть, я думаю, и бот перестанет их отправлять. Ну, то есть, блин, здесь, как бы... Ну да, я думаю, вы уже поняли, что мне этот товарищ слегка подпортил настроение сегодня утром. Своим, так сказать, странным поведением, своим раздвоением личности, блин. Одна из личностей, которая... Как это? Не против поддерживать мой канал, а вторая категорически отказывается от действий первой. Вот. Что за, короче, полнейшая. В общем... Здрасте. А ты кто? Лукреция Рейвл. Пожалуйста, отомсти моему убийце. Кажется, уже вечность я скитаюсь по земле, ожидая возможности отомстить моему мечителю и убийце. Но мои возможности ограничены, и я ничего не могу сделать. Филароту Абидасу, главарю... Да, главарю головорезов и убийц. У тебя же напротив достаточно сил, чтобы стать моей карающей десницей. Ты поможешь мне обрести вечный покой? Давай! Один хрен мне по дороге. Почему бы и нет? Зря я, что ли, тут круги наворачиваю в поисках, так сказать, всего, что есть на этой карте. Да! Ну, чувак, какой радостный. Ну, я правильно, аж мимо него прошел. Не летай. Не смей бить нашего безымянного, неизвестного воина, которому непонятно, что делать. Ух ты. Вот это удачно. В общем, как я уже сказал, да, подпортил мне этот таинственный, непонятный серп настроения своим неадекватным поведением, непонятным для меня поведением, своими странными сообщениями. Я говорю, вот это реально веселит, когда человек на своем языке пишет так. То есть, смотрите, я сталкивался с ситуацией, когда человек мне начинал писать, ну, типа, чувак, а ты, собственно, кто и почему-то мне написываешь. Ну, я, как бы, отвечал, что, ну, как же, типа, взаимка. Вот. Ну, то есть, простой вопрос на понятном языке. То есть, на таким образом написанной, что его очень спокойно переводит, соответственно, в угол переводчик. Очень спокойно. То есть, человек явно осознавал, что он пишет тому, кто говорит на другом языке, раз, и, соответственно, формировал свой вопрос максимально просто и понятно. Вот. Частенько у меня пару раз, какой там пару раз, пару десятков раз уж было такое, когда мне пишут какие-то, знаете, комментарии, причем явно с претензией на ответ, ну, то есть, не просто какой-то там, да, коммент, а именно коммент, на который явно, ну, человек ждет ответа, но при этом, когда я в гугл переводчик вбиваю этот, эм, текст, да, получается такая тарабарщина, что я просто физически не могу понять, что он имел в виду, он или она, там, ну, неважно. Вот. Это очень, короче, очень странное поведение. Отстань. Которые я категорически не приемлю. Вообще, конечно, что-то странное творится в королевстве Даска. Опять у меня подписчики рухнули. Ни с того, ни с сего вдруг. Правда, недавно один человек мне написал, назвал меня потеряшкой, сказал, что его на автомате отписали от меня. Я, в общем-то, ему верю. Окей. Ну, чувак, ты сам ко мне пошел? Наверное. Вот так. Дошли до момента, когда мне уже не нужна особо броня. Красиво, черт побери. Зелень наставника. Кстати, дайте, что я зелень наставника вообще не пользуюсь. Ну, а с другой стороны, тут как-то больших пачек тоже не ходят, как в пустыне. Так что, какой смысл зелень тратить? Не, ну, действительно, если попадется большая пачка, имеет смысл. А что вот на этих двоих, например? Да выпейте их все, нафиг они нужны, блин. Камбушками я все равно не пользуюсь. Какой-то поглощающий амулет. Да-да-да-да-да-да. Боющая, блин. Немножко позарабатываем все-таки опытом. В конце от концов. А ну, хорош летать, блин. Да уж. Ну, ты спортил мне настроение с утра. Ну, испортил, блин. Скотина. Развеселил отчасти, ну и испортил. Жаль, как раздвоение личности. Сначала не смей меня поддерживать, я тебя тоже поддерживать не буду, и буквально через 20 минут. Вау, у тебя классное новое видео на канале, лайк, поддержка. Ааааа, что? Чувак, отключи своего сраного бота, блин, дебила, кусок. выговорился. Жалко, я не говорю по сербике, проматерил бы его как следует, блин, мудака. Понаставят себе всех и фигни, блин. Бойма. Так. Это потом думай. Так, подвижность. Бойма, дальше качать или болт с ней? 30 уровень, в принципе. Магия воздуха мне нафиг не нужна, я ее вообще не пользуюсь. Восстановление. Блин, телепорт и так мгновенно восстанавливается, остальное мне нафиг не сдалось. Магия земли тут уже по 2%. Магия огня, конечно, вообще зверюгой, блин. Тут 2%. Ой, извините. Так. Давайте все в торговлю вкидывать, а? Действительно. Подвижность мне уже не нужна, но тут действительно... Ну, хотя давайте до 200 доведем. Да, потихоньку, полегоньку. Да, до 200 дотащим. Вот. угрожающий безумный щит. Ты поножи богов. Но опять не мое. Да что ж такое, блин. Я, конечно, понимаю, что это тоже интересная вещь. Но какого дьявола, она интересна не мне, а кому-то там. А еще мне, конечно, очень хочется чутка улучшить свой огненный шар. Меня бесит, что он не ваншотает. Он должен ваншотать. О, дьявола, я трачу на этих засранцев больше одного удара. Как они смеют не умирать в моем присутствии? Ага, ого. Ща посмотрим, что это за посох малый. Вот, пожалуйста. Волк молодец. Взял и умер. Нафиг. Просто взял. Че такое? Че, мувь вдруг заграл? Нормальный чувак, подбежал, треснул мне по башке разок. Ребята даже не отреагировали, ну подумаешь. Мало ли, говорит, кто к нашему начальнику подбегает, чтобы ему по башке дойти, правильно? Крепкий дяденька попался. Свистящий амулет, свистящий амулет, еще какой-то амулет. Будильник. Типа прошло наше время, да? Надо останавливаться. Останавливать эту серию на небольшой перекурчик. Ну что ж. С будильником не поспоришь. Давайте чутка, так сказать, перекурим и потом продолжим.